Всем добрый вечер. Сегодня у нас медиаток. Посвящен он поведению журналистов в соцсетях, а также редакционной политике любых изданий в соцсетях. Если можно попробовать подключить сейчас фоном Франа Ковичерку по скайпу, он подготовил для нас небольшую презентацию того, что есть в опыте Радио Свобода и того, как там работают. И обещал рассказать какую-то интересную историю поведения журналистов в соцсетях. Не знаю, насколько она скандальная и какие уроки и выводы сделали для себя редакторы соцсетей Радио Свобода, но мы сейчас, я надеюсь, это узнаем. У вас будет возможность после этой презентации задать ваши вопросы Франку, поэтому мы немного нарушаем наш регламент, то есть вопросы можно будет задать именно ему, именно после его выступления, и потом мы будем обмениваться дальше опытом и обсуждать. Франок, добрый вечер. Мы готовы выслушать тот опыт, который есть у Радио Свобода, то, что ты хотел нам показать, рассказать, что есть сейчас, есть ли какой-то регулирующий документ и какие были случаи, возможно, которые привели к тому, что он появился. Ну, всем привет, я вас, на жаль, не бачу. На жаль, про все выплаты рассказать я не могу. И это, так само, частка нашей стратегии, нашего кодекса в этой. А я покажу вам пару слайдов. Поглядь, что глумачивает, что до Радио Свобода и насколько важна эта катакция, у нас колисия, один из президентов Радио сказал, что Радио Свобода, что мы просориваем демократов, а ли демократов не практикуем. И это, в принципе, одна из самых головных особенностей в Радио, что в Радио, в принципе, есть сегодня докладная, ясная герархия, есть сегодня ясные правила. Ясная герархия, есть сегодня декоратив у Радио Свобода, а я во всех организациях, где вы обходите в СССР, международное решение США. У Радио Свобода не больше на членами, в классах Америки они более жорсткие. У нас есть люди кодекса, и кодекса, где нагнал что все, они нагнал что-то, что повозят к журналистам, субсационникам и находках личного персонала. Декоративно ясно прописанная дискриминация, из обороны дискриминации, из обороны дискриминации, влажно от того, как оппозиции. И у нас было несколько случаев, о которых я не буду прорывал. Не из белорусской службы связанные, а ли особые главники, редакторы, менеджеры дискриминовали інших суперсохранников по полу, по уздольскому, по асоциативному статусу. И вот это выращается вельми худко, и случайно такие люди отразу звольняются, альгорь проводится на іншую позицию. Нелега выкористовывать службовое становище, и требовать любые выгоды, прозванные статусом, альгорь свободы. Это почти тычется тех, кто шмат подорожничает, а это тычется, как у национальных, лекальных, так и в центральном офисе. Были такие выпадки, как журналисты подают свободы у казахской службы, когда я не помыляюсь, отримал некую снагороду от Назарбая. И он не успел обновлять от этой снагороды. Отвечается отримание выгоды от зацикавленной особы, президента и другой страны. И еще неформальные правила, которые больше тучатся не то что до погоди, конфликт интересов, а больше нашей внутренней звички. Внутренне заведет. Конечно, мы не выживаем слов «мы» на этих сторонках, потому что, радость свободы американской компании, для нас было бы некогда конфликтов, когда мы писали «мы», что случилось в Беларуси. И есть такое неразумение. Мы и кто? Мы журналисты белорусы, которые работают в американскую компанию. Мы не даем оценку коллегам по целу. Менавида тому, многие оценки журналисты «Радио Свобода» не коментуют. Есть некий конфликт на «Белсак», на «Наша Низя», конфликт на «Харты» с большими журналистами. Мы не коментуем, не даем оценку, не кажем, что «Харты Малайчина» или «Харты Екепт». Мы избегаем такое, потому что одна задача «Радио Свобода» – это подкримливать метро поле у Беларуси, как и у Фейсбуку на вас задаёте питание, просите в комментариях, «А что вы думаете про свобу начальника? А вот, как её тебе повозите?» Мы это николь не выносим вонки. И махчума гэта добра, махчума гэта керцка, але спобода задается не про грызную компанию. Мы не рассказываем про то, кто, что и я. И, в принципе, подсовники ведают про это, что внутренние решения компании не застаются между нашими внутренними чатами. Любое решение сопротивление карается и человеку позбавляют права доступа к чату. Ну, и не про это особо, когда это тычатся у коллегу, когда это тычатся не коллегу, независимо от статуса подсовника, как и людям, и не людям того, что фейсбук-користальника, мы стараемся покажать одного. Ну, и про это ясно, чтобы отрымливать. Отрымливать одного одного и особенно, что тычатся нашим контентом. Это, снова вернувшись на темы, что журналисты станут журналистом независимо от того, какие часы в суток, какие день месяца, какая пара года, какой его статус. И он пусть пиарит контент. Каким образом вы отслеживаете соблюдение формальных и неформальных правил? И каким образом вы наказываете тех, кто эти правила нарушает? На разных узроках. На первых, задача, вот это правило, вызначать. Потому что есть такие моменты пероходные, которые можно оценить по-разному. Есть тюристы, которые вызначают конкретно ту интересную ситуацию. И, конечно, когда вы отслеживаете бюро, и когда собираются на выпадку в нем, то прогреты выкладываются в HR, кероником бюро, и простоником бюро Радио Свобода и Ужо Прага проводятся расследования, некое оперативное начальство, и их изначают. А везде часто бывает, что прогреты не доведуются. Что нечто бывает про допорушение этики, и про это догадываются только про год, про два, про пять. И мы еще в таких ситуациях верны складаны. Так вот, что есть терминалность в таких порушениях этики, сиденья, что я ходит с этим задним числом, особенно, что это социальных сеток. Нечто поменялось, некий пост был три-пять лет назад. И на самом деле же это верны складаны. То вот системы нема, каждый кейс индивидуальный, многие речи, а не мы стараемся с коллективным. А я, точное слово, застаяться, безумовно, за администратором, за керавником службы в нашем упадке, Александром Кашуком, и за президентом и керавником Радио, где находятся у врачей. Так, а наказание еще? А, пока ранее. Ну, пока ранее, людей звонят. Есть еще вопрос у меня. Как вообще вы ангажируете ваших журналистов, чтобы все знали, что они работают на Радио Свобода? То есть это одобряется, если журналист выступает уже как бы, как именно, или есть какая-то часть журналистов, которые не должны говорить, что они у вас работают? Радио Свобода в Беларуси немае официйной аккредитации, и денежае упау, денежае по системе аккредитованных журналистов. Есть несколько кредитованных корреспондентов, и они ожицевляют журналистскую деятельность на территории Беларуси, а другие коллеги помогают кредитованным журналистам ожицевлять журналистскую деятельность на территории Беларуси. Безумовно, журналистскую деятельность имеют право ожицевлять, ожицевляют и публично про это заявляют только кредитованные корреспонденты. Тые журналисты, редакторы, которые находятся в Празе, они не занимаются репортерской деятельностью на территории Беларуси, но они имеют право себя позиционировать как журналисты Радио Свобода. Радио Свобода, Радио Свобода, 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 Радио Свобода, Радио Свобода, Радио Свобода, Радио Свобода, Радио Свобода. И я спадеюсь, что это будет рано или поздно, или уж рано достанет. Дякую, Франок, за отказы на питание. Я так спадеюсь, я, может, некий час будешь слухать нас. Коли уже махчимости такой не будет, то тогда отключусь. Доброй дороги. И дякую великую за отказы. И я пропоную, предлагаю сейчас, вот Мария как раз подготовилась хорошо к медиатоку. Я планировала тоже показать на самом деле вот этот маленький двухминутный ролик того, как работает BBC. И мы посмотрим, что на самом деле реально применять, не применять у нас. Привет, я хочу поговорить с вами о руках и регуляциях использования вашей социальной платформы, когда вы работаете на BBC. Какие эти руки? Ну, они не отличаются от того, как правило, которые применят к каждому письму контенту, которую мы производим. Просто, если вы не говорите, если вы не говорите, если вы не говорите, если вы не говорите на вашей платформе, то не говорите на вашей личной платформе. Вот такой пример для вас, и это реальный твит, из настоящего BBC журналист. вот, выудная, потому что хотите, чтоinkción vintage, luz твои здоровья, улучшая ваша смартфон Akеменб tiny большим withdrew. Вот вы только что, может ли это покoma調 лирова? Ну да, она эффективна говорю своей деятельной платформе, который вasında туда. И, в это смысле, этот твит. Если она сказал, что вы и выбрали этот партий, то это будет хорошо, в том числе и правильных правилах и правильных правилах. Мы все имеем социальные аккаунты, но на день вы начнете работать на BBC, нужно остановиться и посмотреть. Это не важно, если вы журналисты производят контент, если вы говорите или нет, что вы работаете на BBC. Это позволяет, и немного encouraged. Это хорошо сказать кто вы в ваших социальных сетях. Однако, это не важно, чтобы поставить на BBC's название в твоей твиттере, в твоей твиттере? Это не важно, чтобы сказать «Ёландавалери BBC». Потому что, в данном случае, вы риск понимаете, что ваша аккаунт является официальной аккаунт, который нужно пройти через процессы проверки, который будет совершенствовать с вашими администами в своих социальных сетях. The third point I really want you to remember is that sometimes we use our social media to communicate with members of our teams because we think it's easier than picking up the phone. But there are issues of confidentiality and also safety that you need to take into account. Take this example. He is going to... This is a tweet. He is going to meet the rebel leader in Central Park at 4 pm today. What are you giving away? Everything. The rebel leader, the location, and even the timing. You might be putting another member of your team at risk if you behave like this in your social media. To recap, just don't do anything stupid. Remember, your name is going to be on a byline on a BBC platform. Your face is going to be on a video, on a radio package, whatever other platforms you are producing to via the BBC. What you put in your social media is going to be associated to that content. In one sentence, be sensible. Good luck. And remember, there is always people who can give you advice if you are in doubt. Like myself. Goodbye. Goodbye. На самом деле, мы сейчас посмотрели, как это устроено на BBC в этом идеальном мире. Что касается опыта Times, я когда готовилась к этому медиатоку, я обратила внимание, что полтора года назад Times ввели новое правило поведения в соцсетях. И сейчас каждый работник обязан иметь дополнительный корпоративный аккаунт со своим именем, который контролируется медиа и служит просто для транслирования статей и контента медиа. И я хотела бы сейчас на самом деле приблизиться к какому-то белорусскому медийному пространству, и я, наверное, попрошу Янину просто дать какой-то свой обзор, может быть, какой-то еще дополнительный зарубежный опыт, которого я не сейчас и не учла. Прям так обзор зарубежного опыта, пожалуй, я вам не дам. Я могу сказать, что, собственно, поводом для этого медиатока мы все понимаем, что послужило, да, или кто послужило, скажем так. И перед этим медиатоком я пыталась посмотреть, как много подобных кейсов было в Беларуси и не только, и выяснилось, что на самом деле их было довольно много. Они были в Беларуси, они были в соседней России, они были в Украине. И чаще всего причиной возникновения подобных кейсов было банальное, собственно говоря, отсутствие каких-либо правил поведения для журналистов, прописанных, четко артикулированных со стороны самого медиа. И чаще всего это происходило, отсутствие этих правил, оно было связано с тем, что долгое время социальные медиа, социальные сети воспринимались как, ну, просто банальные платформы для общения с друзьями, знакомыми, коллегами, а для каких-то выражения своих мыслей или просто для того, чтобы запостить там котиков, фоточек и прочее. Да, ситуация изменилась, да, сейчас социальные сети стали практически полноправными в медиа. И, соответственно, аккаунты медийных персон тоже воспринимаются как медиа. И сейчас HR, про которых много говорил Франок, они часто еще при приеме на работу просматривают аккаунты тех людей, которых они собираются нанять и видят, что постилось, о чем говорилось, какие оценки давались и так далее. И уже здесь, ну, собственно, журналистов, медиа-менеджеров, СММщиков можно отсеивать на этапе принятия на работу. Что касается того, чтобы, того, что, собственно говоря, почему сейчас стали об этом говорить и сейчас стали говорить о том, что нужно писать, прописать это в каких-то внутренних редакционных правилах, насколько я вижу, да, есть старые компании с традициями, которые довольно быстро отреагировали на изменяющиеся обстоятельства и прописали подобные правила в своих внутренних редакционных политиках, кодексах, этике и так далее. И есть компании медийные, скажем, но более молодые, да, белорусские в том числе, которые пока еще стоят на позиции, либо, ну, это же так всем понятно, либо реагирование по факту, как вот, ну, произошло в кейсе с Иваном, насколько я понимаю. Я, может быть, Иван меня поправит, да. А давайте мы сейчас спросим как раз у Ивана, при приеме на работу были ли какие-то, не знаю, правила, действия, какие-то были запреты? На микрофон обязательно, да. Я просто сразу хочу сказать, что меня звали и отказывался, потому что я не хочу быть человеком, который как будто пережил какой-то странный жизненный опыт, непростой, и потом ходит и как миссионер об этом рассказывает, да, поэтому я согласился на условиях, что буду отвечать только на вопросы, у меня нет ни спичи, ни питчей, вот, и вопрос, нет, ну, то есть, да, я не могу критиковать компанию, которая меня взяла на работу. Это короткий ответ на вопрос. Спасибо. А я сейчас попрошу, наверное, Алексея, есть ли действительно такой документ, что там, какие там, может быть, не знаю, что там указано? Ну, есть такие документы, мы покольки изъявляемся часткой польского в Романской в этой башине, это документ, то, який подписывается все журналисты, який сопротивляют с польским телебачем, он на шести сторонках, там, у телеку, про фейсбук есть, про разные сферы, в каких мусит журналист, как себе заховывать, такие документы есть. Что там есть в этом документе? Я не упомяну, что он публичный, этот документ. Я просто не веду, что он публичный. А после такого опыта, ну, будет некая компания реаговать? Мабуть, нечто добавлять? Ну, больше у всех контент, это, как бы, датычный. Але техничный персонал, ну, так само мусить кироваться. По моим разумениям, навод подписывать не треба, как бы, когда ты приходишь на працу в любую фирму, некие основные правила, они, ну, сразумелые. И тому, ось. Вот как раз хороший вопрос Павел, да, задал без микрофона. Журналисты только подписывают? Ну, я же отказал, что на сколько я иду, подписывают журналисты, и просто я не, просто я только журналист. Окей, ну, журналисты. Я не веду на контоператору уйти, там, технику, але менеджмент подписывает адекватно. Так, так, подписывал. Ну, у меня есть с собой этот документ, колешта. Президента Польши, насколько я могу его критиковать? Нет, естественно, нет, потому что польское общественное телевидение не является частью правительства. Более того, если вы спросите, польское правительство, дают ли они деньги Белсату со словем, что нельзя критиковать правительство, они сильно удивятся, и вряд ли они захотят сказать, что, естественно, что такое там подписывается. Потому что это было бы странно. И третий момент важный. Польское правительство — это не совсем польский президент. Там есть такое небольшое разделение властей. Справа же не у президента совсем Польши абсолютно. Та ситуация, которая сдарилась, она не про президента сдарилась, а про нелояльность к героевнисту. В этом документе, кем они подписывали, есть пункт про то, что журналист мусит быть лояльным к польскому телебану. Ладно, придется поговорить. Нет, не совсем. То есть момент был в том, что удалить, конкретно удалить. Это важный момент. Меня не попросили станцевать, либо сходить на вечеринку. Меня попросили удалить. Мы могли попросить сходить в магазин в нерабочее время. Я мог отказаться. Было ли это поводом для увольнения? Скорее всего, нет. То есть вопрос был, что попросили. Я это расценил как это небольшое ограничение свободы слова. К героевнист занимается некими стратегичными попытаниями. И оно, суть логична, может больше быть у разумения того, какие погрозы есть перед компанией. Когда оно бачит, что с боку супрасовника компании есть некие погрозы, то оно прямое певное решение просить эту прогрозу занять. Я вижу, что в этой ситуации на самом деле очень хороший опыт и у «Эхо Москвы», и у «Радио Свободы», когда есть некий третий орган из нескольких человек, которые принимают какое-то окончательное решение. То есть в случае «Радио Свободы» это юрист, EHR. В случае «Эхо Москвы» это плюс ко всему представитель от редакции, это журналист выбранный. Эта комиссия действует один год. То, что есть в доступе в интернете по кодексу этики. То есть, возможно, если бы это была не настолько прямая коммуникация, возможно, это просто было бы, не знаю, в другой форме как-то. Ну, каждая фирма сама вызначает модель лакирования, которая будет. Поэтому я, ну, так. Есть ли какие-то комментарии по поводу или вопросы, Вадим? Ну, понятно, тут можно бесконечно погружаться в этот кейс, и, наверное, всем было бы, в том числе, интереснее идти дальше. Но мне кажется, мы здесь зацепились за, прозвучала интересная фраза, по поводу стратегического видения руководства, потому что это, на самом деле, можно очень широко трактовать. То есть, с точки зрения, и при этом, в том числе, небезосновательно. То есть, конечно, действительно, руководство, например, знает, с кем какие обсуждаются соглашения, в том числе, неформально, которые, может быть, не знают сотрудники, и они не очень пока понимают, какие их действия чему могут угрожать. И это все вроде бы логично. Но здесь мы, видишь, приходим тогда к другой довольно такой произвольной форме, когда руководитель стратегической глядя может сказать, знаешь, вот ты сегодня пришел в красное пальто, у меня есть стратегическое видение, вот по большим факторам это, короче, будет плохо. Ты должен сходить переодеться. То есть, здесь же мы, по сути, доходим до такого совершенного произвола, который, по сути, можно зафиксировать, что начальнику же виднее. Вот как здесь провести логичную грань вот этот вопрос? Давай просто тогда без каких-то таких инсинуаций, нападок, если есть конкретный прямой вопрос. Нет. А мне кажется, на кого нападки? Это у нас всех касается. Ну, если реплика, реплика это одно. Нет, нет, смотри, конкретный вопрос. Вопрос, касающийся именно медийного урегулирования, я предлагаю задавать конструктивный вопрос. Нет, мне кажется, совершенно конструктивный вопрос. Вопрос, как нам провести черту, где проходит грань между стратегическим видением и совершенно нелимитированными полномочиями медиа-менеджмента. Как ее разумно определить? И как ее зафиксировать еще и в документах? Вот это, мне кажется, очень непросто. Это же непонятно, на кого нападки? На сотрудников, на весь медиа-менеджмент вообще? Ну, я к вельме слушна зауважила разумная женщина с BBC. Треба кераваться здоровым сенсом. И это, в принципе, тое, что дазволить пазбегнуть вельме шмат яких конфликтных ситуаций. Не глядяши на тое, что думка, которую выказала Янина, про тое, что шмат якие конфликтные ситуации з'явилися про засудность регуляций. Нават про наявности регуляций, кали мы не будем кераваться здоровым сенсом, ну, можно их парушать, можно парушать так, можно парушать гэтак, можно казать, я подписывал, але президента Польши там не было. Ну, тубок, это все абсолютно немагчыма створыць такие регуляции, які покрыли б сто адсоткаў выпадкаў, да, и застрахавалі б меды ад любых конфликтаў поміж супрацовніками там у социальных сетках, супрацовніками і вар'ятами якім небудь социальных сеток. Ось, ў нас, напрыклад, на Юрораде, абсалютна сітуація супрацлеглая таму, што адбываецца на Радея Свабода, ў нас не падписывая ніхто нічога. Вот пра социальные сетки дакладна. Ну, тубок, ёсць працовны контракт, така некая звычайная форма, але мы абсалютна ніяк не дыктуем паводзены супрацовніков у социальных сетках. І так, праз гэта, ў мене бываюць праблемы. Я кажу, Алексей, прабачся, калі ласка? І он кажу, я не хачу прабачацца. Вось, але я николі не буду супрацовніку казаць, выдалі пост, да, свой. І он мая права быць, ось, як у Радея Свабода, да, ты журналіст ў свой вольны час, да, сказаў Франак. У нас ты чалавек ў свой працовны час, да, і ты, ў принципі, сваю асобу пераносиш на свою творчасть і гэтак далі. Вось, так, саправды, бываюць конфлікты, і мне даводзіцца выбачацца за свых супрацовніков часам у тых же социальных сетках. Я не бачу гэтым нічога, ну, заганнага для сябі, а гэта жыць цё, вось, абы гэта прабачэнні падзейнічалі на тых, хто саправды пакрылдзіўся, і мы ўсе вышлі с сітуаціі с наімэншымі стратамі. Ніякага документа нема? По соцсетках докладна ніякага документа нема. Я ж кажу, ёсць такаа стандартнае апраціоннае падзнэння, аля там нуль слоў пра Фэйсбуки і гэта гдалі. Ну, іще, плюс ко всему, насколько я помню, і були і случаи тож, да, інтересны. У нас документів, які касаються поведення сотрудників, давайте я буду говорити даже про журналістів, журналістів, там, сотрудників редакцій в соцсетях, на їх личних страницах, таку документів у нас нема. Допад показує, що документы і запреты офіціальні, і даже підписанні, там, вони спасають в каких-то там ужасних ситуаціях, во-первых. Во-вторых, вот здесь звучали очень правильні фрази по поводу персонального бренда, по поводу «не пиши нічого, чтобы ты не написал у себе в статте», ну, или как-то так, да. Вот. И, послушайте, мы зовем к себе на работу журналистов именно потому, что мы им доверяем, мы им доверяем писать там какие-то тексты, они там запрашивают комментарии одной, второй, третьей сторони, да. Так почему мы не доверяем им писать у себя в социальных сетях то, что они считают нужным? Они, в первую очередь, несут персональную свою ответственность за то, что они пишут. Они понимают, чем это может отозваться в их профессиональной деятельности. Ну, например, если человек постоянно работает, допустим, с темой образования и вдруг начинает в социальных сетях яростно писать, какие же там козлы и придурки работают там в такой-то, в таком-то управлении или в такой-то школе, да, он понимает, что вряд ли он сможет потом с этой темой нормально работать. Вот. Что касается дальше, очень тоже прикольная история, не высказываться про политику, иначе это будет активизм. Хорошо, но послушайте, почему кроме политики у нас есть животные, экономика, да, экология, все что угодно, АЭС, не АЭС, так вообще ни о чем нельзя писать, потому что это уже будет активизм. То есть я уверена, что человек взрослый, журналист в состоянии сам регулировать, как ему высказываться в соцсетях. Если он неадекват, маньяк и прочее, это рано или поздно выявится, это произойдет, понимаете, и регулирование и наличие документов нас здесь не спасет. Ну да, не остановлюсь. Можно вопрос? Я... Класс. Хорошо. Так здорово. У меня вопрос к Павлу и к Марине. Алексей, говоря о ситуации на Белсайте, сказал, постоянно, в общем-то, это говорится, про то, что речь шла о лояльности к руководству. Скажите, как вы, к фирме, хорошо. К лояльности к фирме. Скажите, на Тутбай или Еврорадио есть такое понятие, как лояльность к фирме, к медиа, и что будет вашим коллегам, журналистам и нежурналистам, если они эту лояльность, границу лояльности перейдут? Понятия такого нет. И опять-таки в документах нигде не указано ничего такого, нигде ничего не подписываем мы в этом отношении. тоже интересно получается. Бывают ситуации, когда какой-то пост коллеги у тебя вызывает вопрос. Ты не понимаешь, или что он хотел сказать, или он на что-то обижен. Ты подойдешь и спросишь, в чем дело, и вы выясняете, в чем проблема и как же быть. Что касается соблюдения правил лояльности к фирме, ну, послушайте, как будет лучше, если ребята, подписав документ, между собой шушукаются в курилке, например, или там шушукаются с коллегами из других изданий, но при этом ничего не говорят, при этом эта информация скрыта, или все-таки вся информация открыта, и никаких секретов друг от друга нет. То есть мне кажется, что в этом плане лучше четко сразу расставлять все точки над «и». Я не знаю, смогла ответить на этот вопрос или нет. Ну, у нас так само ничего не подписывается такое, и мне здается, что это понятно, кузникает как раз в той момент, когда нечто уже отбывается. Мы пригадываем про лояльность до фирмы в той момент, когда некому здается, с керовництва фирмы, что эта лояльность порушается. У нас, шчера скажу, лояльность больше порушается теми, кто сходится от нас, есть некоторые, так бы мы, наши выпускники, которые нелояльно выказываются, но на их мы уже совсем не можем повплываться, что хочешь, что и работай. Был пример одной девочины, фотографа, которая позволяла себе, працучи на Еврорадео, с коллегами, обмерковывающей фразы, на этом Еврорадео никто працювать не умеет, да как они меня все задолбали тупые. И мы развиталися з ее вынеку, але абсолютно не праз гэта, и праз даволи долгий час от таких выказыванья, табок мы ценили як профессионала, рабили проекты, заплючывали на гэта в очи. Ну, дазволяя себе гэта человек, окей, дазволяя, нехай ему будзе соромна. И, в принципе, як мне здаецца коллеги, які чують такие слова, от человека, яке працюе зараз у той кампании, яку дазволяя себе абражаць, яны мусець экстрапалеваць гэта далі, на свою кампанию, напрыклад. Ну, и зноўжа, мне здаецца, што людзе, яке сабе такое дазволяюць, от їх, ты, ахто чуюць, такие выказыванья, ты, хто бачыць, цеху сацетках, яны будзе трымацца падалей, так што это просто гульня, супраць сабе самога, дазволяяць сабе нелояльність до кампании, у якой ты працюеш. Спасибо. Я хотела бы сейчас получить некоторые комментарии от Марии. Мария у нас выступает в качестве экс-журналиста нашего утра ОНТ, и здесь как раз не была какая-то нелояльность к кампании, это было выражение личного мнения. Может быть, расскажи. Спасибо. Сколько раз рассказывала эту историю о знакомом. В общем, если кратко, я 6 лет там проработала, по распределению попала туда, и до этого еще, когда была студенткой, там работала в нашем утре. Это была моя принципиальная позиция, я всем говорила, что в новости не хочу, это было правдой. Не говорила почему, просто говорила, что не хочу. Ну, не хотела, потому что новости для меня это отдельная история. Внутренняя такая тихая, да. Ну, были определенные вопросы в любом случае, но у меня была такая позиция. Я очень долгое время, правда, честно говоря, сейчас я уже практически так не считаю. Очень долгое время я думала, что любое СМИ, абсолютно любое, это просто платформа, где очень многое зависит от журналиста. Тебе дают делать что-то, что ты считаешь важным, ты делаешь до тех пор, пока тебе это дают делать свободно. И я честно вам признаюсь, все шесть лет до самого последнего момента я была корреспондентом и сценаристом, писала сценарии и снимала репортажи, снимала рубрики. Последняя рубрика была про Минск, про проблемы города. И до самого последнего момента действительно я чувствовала себя достаточно, для меня в достаточной мере, свободным человеком, причем настолько свободным, что мне в соцсетях говорили, что Маша, что ты такое пишешь, блин, или там какой-то материал выходит, ого, типа, как-то так, это такое ОНТ выпустила, говорю, а что такое? Просто журналистика, обычная, вообще обычная, очень, ничего такого. Вот, это продолжалось шесть лет, и в какой-то момент смеилось руководство на телеканале ОНТ, это мы комментировать не будем, я с этими людьми опять же не общалась, ничего не знаю об этом, к сожалению, к счастью, неважно. И начался процесс вообще изучения команды этим руководством. Руководство изучило команду, и я в тот момент делала репортаж про осмоловку, написала все, и просто даже через своего руководителя просто узнала, что все, здесь я больше работать не буду. Оказалось, что на меня пожаловался один из чиновников, с которым мы общались, мы записывали интервью об осмоловке, ему не понравилось, как я задавала вопросы, он подумал, что я какая-то наглая девочка, и сообщил, ну, как мне это сказали, это слухи, что проверьте, чтобы все было хорошо в этом репортаже. Но они проверили. Был проведен определенное какое-то, не знаю, исследование в моих соцсетях, твиттер, фейсбуку, даже не знаю чего. Я не знаю даже, какие твиты мне понравились, но мне было сказано, Маша, ты же знала, где ты работаешь, ты не имеешь права что-то там писать, критиковать. А у меня была критика в формате ну, там мы делаем, допустим, репортаж про осмоловку, собираем такие какие-то там, да, разные мнения, чиновники, Мингрисполком, художники, которые там работают, люди, которые там живут, просто какие-то активисты и так далее. То есть, например, пять сторон в одном репортаже это не выпустили. Ну, я не вижу, где здесь, ну, была проблема. Ну, до сих пор, честно говоря, не вижу. Вот, собственно, это все и закончилось. В каком-то смысле, я согласна, наверное, с ними, что, ну, если у вас изменились правила, и вы не считаете, что там, высказывания определенных людей, журналистов, они приемлемы, то да, надо расставаться. Я совершенно спокойно это восприняла, ну, попереживала, конечно, было неприятно. И, возможно, для таких медиа, для которых очень важна благонадежность, стоит создавать документ. Его на ОНТ не было. Никакого. Документа, который бы там регламентировал правила поведения журналистов в соцсетях. Такого ничего не было. Более того, за все шесть лет я не слышала никаких претензий к тому, как я веду соцсети, что я там пишу. Мне кажется, всем было все равно. Вот как только появилось новое руководство, появились вопросы проверки на благонадежность. И не только я, не только меня зацепило. Всех чуть-чуть по-разному. Ну, я хочу сказать, что я связывалась с пресс-секретарем ОНТ, и мне ответили, что сейчас действительно разрабатывается документ внутренний, который будут работники подписывать. И недавно был подобный случай, когда они продлили просто сотрудничество с человеком из-за лайка. поэтому был лайкнут не тот пост и не то мнение. Поэтому, видимо, да. То есть вопрос лояльности и изначального доверия, это как бы то, что тоже стоит, наверное, оговаривать на берегу. Но есть у нас вопрос именно к этой теме, да? Не совсем вопрос, скорее, наверное, просто комментарии, были уточнения. все-таки для большего понимания ситуации этот чиновник, который обратил внимание, это нынешний замминистра информации. То есть, чтобы вы понимали уровень всей ситуации у нас. И тоже, наверное, чтобы все-таки чуть больше дать, так как я присутствовал и во время этого интервью, и знал всю эту историю, и разговаривал с этим чиновником после истории с Машей, если бы не внимание этого чиновника, ну, конкретно там к Маше, и не просьба обратить внимание на сотрудницу в ОНТ, никто бы не следил за этими соцсетями еще там энное количество времени. То есть, тут конкретно все-таки изначально не высказывание в соцсетях появилось, а, скажем так, более активная работа по профилю. Ну, и в данной истории ОНТ очень сильно, конечно, потеряли, потому что, ну, они потеряли нормального журналиста, хорошего, который делал толковый материал. Это просто поправка по поводу этой темы. Если вопрос, многие еще помнят, наверное, истории, вот, у Тудбая была с Чуденцовым, по сути, это тоже, наверное, это было, наверное, одни из первых историй, когда соцсети повлияли на решение о работе. У Белопана была история с Васей Симашко, на мой взгляд, одним из, ну, действительно толковых журналистов, но с которым работать действительно сложно. При этом, потом Тудбай, например, с ним работал. Можете как-то напомнить про эти истории? То есть, наверное, с них-то, по сути, в Белоруссии началась история высказывания в публичном пространстве о месте своей работы. И это, наверное, да, больше к Марине вопрос. вопрос. Ну вот, если бы Чудзинцов подписал документ, который бы регламентировал его поведение в соцсетях, писал бы он все то, что он писал в соцсетях, или нет? Я думаю, что писал бы. Вот. И, ну, это вот именно тот случай, который, ну, которого касалась моя последняя ремарка, что, дескать, какие-то вот такие вот вещи, они рано или поздно вылезут наружу, несмотря ни на какие правила. Вот. Но на самом деле, если мы ограничиваем человека, ну, тут, если говорить еще конкретно, возвращаясь к случаю Чудзинцова, понимаете, все эти этические кодексы и нормы, мы же должны еще помнить там про законодательство, гражданский уголовный кодекс и все такое. Тут просто эти вещи, ведь они тоже нарушаются в какие-то моменты, да? Вот. Что касается высказываний журналистов в соцсетях, то, ну, слушайте, что для вас важнее, профессионал или то, что он пишет от своего имени в соцсетях? Для меня все-таки важнее профессионал, но в тот момент, когда и этот профессионал, он остается профессионалом и высказываясь в соцсетях. Ну, опять-таки, то, о чем я говорила, что если ты себе позволяешь что-то лишнее, да, кого-то оскорбляешь, публикуешь фотографии там у себя с кем-то там или еще что-то такое, понимаете, о чем я говорю, то ты себя ограничиваешь в дальнейшей своей работе. Вася Симашко, вот действительно, согласна, профессиональный качество супер, но что Вася Симашко сейчас может сделать, где он может нормально закрепиться? НТВ. Ну, было ли это его осознанным решением, да, или это было единственное место работы, которое он смог себе найти? А давайте вот буквально в двух словах, что это было для тех, кто не знает этих кейсов? Ну, я, честно говоря, я совершенно небольшой любитель обсуждать профессиональные качества людей в их отсутствии или там не профессиональные какие-то другие. Хотите спросить Васю Симашко, спросите Васю Симашко. Ну, просто есть начало истории, есть конец истории. Вы поймите, что, да, действительно, поведение человека в соцсетях и на его личных страницах это правильно, это продолжение его профессиональной истории, но он в состоянии сам это регулировать. Когда он там переходит, не переходит какую-то грань или там начинает кого-то оскорблять, задевать, или там нелестно там отзывается о каких-то там политиках или там зоозащитниках или еще ком-то, он сам накладывает ограничения на свою дальнейшую профессиональную деятельность. Ну, и это самая большая я так понимаю, что здесь на самом деле вырисовывается как бы две стратегии вообще видения, то есть одни медиа изначально хотят поставить, например, какие-то рамки, которым можно следовать там, прибывшим, например, а другие просто решают вопрос по мере их поступления. и здесь понятное дело, что каждый, наверное, будет выбирать для себя какое и что подходит больше, насколько нужен какой-то общий такой документ или общее правило, которое существует. Давайте поговорим о том, что вообще насчет эмоционального градуса высказываний в соцсетях, насколько как бы позиция Марины понятна, позиция в том, что человек, в общем-то, взрослый и он строит карьеру, если у него не получилось в этом месте, это уже будет его проблема строить, например, в каком-то другом месте или будет, наоборот, это его преимущество, мы не знаем. Насчет того, что человек вступает в какие-то, например, перепалки с другими медиа, с какими-нибудь чиновниками и еще с чем-то. Насколько возможно это также регулировать нужно, не нужно вообще такие вещи, какие-то такие рамки устанавливать? И Паша уже зауважу, я так само для себя, когда мы глядели это видео, что здоровый сенс. Не мог это сопровождать другую . от никакого глупства. Если он захочет написать, не важно, подписывай, он тебе не подписывал. Я к званиям отбыл, он же подписывал, его же это не стремало. Тому такие рэджи. телеканал и персональные и политические взгляды руководства, это одна история про лояльность. Совершенно нет. Мне подается, что эта ситуация не настолько мощная, как затекает польских податков платников. Если отказывать на пытание это прописывать, то нет. Не мог все ситуации загадя продугледить и прописать. Мне сподобалось то, что есть у раду свободы это пункт неформальны, про то, что мы не критикуем своих коллег, это важный пункт. Я так написал в этот пункт, может быть, на журналистской ассоциации, про то, что мы не шукаем информацию про социальную сетку. Мне это чему сильно раздражняет, когда журналист пишет, а может есть некий герой на такую тему. Для меня это ломает абсолютно кайф для споживца меда от того, что он бачит кухню внутри. Как прац журналист. Когда ты приходишь у ресторан, не за все интересово глядеть, как эту страву гатуюсь. Тут поживец бачит, что журналист оказывает. Для меня у детинства, когда я захотелось працавать у этой сферы, было за все это некой магией. Как журналисты знаходят темы, как они шукают героев. Когда мы шукаем их прац сетки, кидаем на весь фейсбук клиш, мы эту магию разбураем. Я люблю смотреть, как готовят. На соцсети используют по-разному. Для кого-то это инструмент рабочий, в том числе для поиска героев и выражения собственных. Можно бигборд повесить так само. Способ пошуку в городе. нет? Отличный вариант. Когда есть такая необходимость. Это обычный инструмент. Я так не думаю. Найти героя это не сделать репортаж. Ваш поиск героя это не тот продукт, который вы покажете. Вы можете показать условно говоря и БТ, и БелСА, и Джазиру с одного и того же героя. Поэтому то, что человек ищет героя в соцсетях, он правильно делает. И абсолютно мое личное мнение. В этом вообще ничего нет такого. Мое меркование такое, что есть. Я долго думала на конт ситуации завершить тему с кейсом Ивана. Прабачьте, не цикава. Ну, да, да. Алеш, усё ж таки. У меня просто узникло очувание, што ўся гэтая ситуация не за фотографии, а за коммуникации пад фотографии, де у шэрогу інших значилася база Трампа. Вам подобается база Трампа? А что вы думаете? Ну, что-то такое, да? Ти было гэта связана с формулюю так. Ти може журналист Белсата выказываться некрытычна на конт политичных падеев. Я кажу журналист Би-Би-Си, я глядела іншую, глядела, она казала мельга, просто про политику, прямым текстом, што сте казаць, а у вас пише пише не журналіст. Конечно, журналіст може дать некую оценку нават, падаец, але мне не падабаец, калі журналісты не брудно гэта пишець, так, ці там выкарастоват некую лексику неотповедную. Але гэта 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 можа не выклікаць жадання абурыцца, так, ў тым ліку ў фэйсбуку. Тому гэта вельми складана контраляваць. Але так особиста я выступаю за тое, як мага мэньш журналісты ўдзельнічалі ў обмірковані, скажі. Так само от мяжаніка, яка регулююцца тым самым здоровым сэнсам. Што ты можеш сказаць, што не. Ты не можеш публічно когось ці підтримаць палітику ці зніважаць, так само. Выказаць своя мерковані до ніякої сітація, канеш, не можеш. Вот мы опять по кругу вернулись к тому вопросу, что есть какие-то все-таки які не сформулировані возможно изначально і чоловік просто продолжає житті в своєй соціальній сеті, в своєм личному аккаунте, займайся самоцензурою, котре можеш не совпадать с тем, що от нього ждуть і ожидають. Єсть ли якісь коментарі ще на цю тему? Тут с палітика і реальна ситуація вельмі ковская, тому що с одного боку не забороняють, що журналисту писать нічого у сатсетках, ми не забороняєм йому і выказывать симпатій пэлным палітичным палітикам, палітичным силам, але журналист, я думаю, так само добре разумеє, што калі він выказыває калі-небудь публічні симпатій, то узнікають сумнєво ёго аб'єктивнасті просто ваўсіх, своєго жыцця, немахчыма, вось, таму я, кэнешні, хочеў за тое, каб журналіст не выказываў адкрытыя симпатій, тут і знов позіція разумной жанчыны з BBC мані блізка. Ну, а это одно і тое ж, симпатій, антіпатій, якби, ну, эмоційну аценку даваў, вось, ну, здоровый сэнс, не ведаю, вось, тое, што журналісты белсата пішуць ў соцсетках пра беларускій влады, може гэта саправды, і ёсць момант здорового сэнсу, така лагічная реакція на тое, што с тобой робець, да, таму што, ну, не реагаваць, ну, было б нелагічна. А што насчет того, што бы просто оговаривать, што бы, там, журналісты писал, например, ў себя в аккаунте изначально, што моё мнение може не совпадать, или в данном случае вообще не совпадает с мнением редакции, с мнением недзя, в котором я работаю? Мені здаецца, што видавачна, што меркавання журналіста, якой он выказывав фейсбуку не супадая, ну, може не супадаяць с меркаванням редакции, яно і не мусець супадаць, да, але праблемы да веру, да яго, калі ён дазваляя сабе аценкі тых жа палітычных лідараў і выказывай симпаты, ці антіпаты, да кого-нибудь конкретна, нікуды не знікнуць, не глядзіші на тое, што ён дапіша, што пазіцы редакции інша. І ну, не супадаєт. А яка пазіція? У редакції в любой нема пазіція, фактично, по нікому панкані. Та там... Але... Це ж всім известно, Алексей, ну, це правда. Ми щас как бы обсуждаємо, як будь-то ситуацію, я в космосі. Я широко кажу, що не ведуся на панканію. Я хочу просто маленьке уточнення зробити, що, наприклад, наша директорка, она регулярно підтримувала президента Дуду. І все. Ну, в своєм твіттері там куча скріншотів є. Я не веду. Она ругала других президентів. Ну, то есть, коли було ПО в власні, она їх ругала. Це известно 10 років. То есть, у неї є определенні політичні взгляди. Це окей і нормально. У мене просто чуть-чуть були другі. Ну, і все, ок. Але ми кажемо про позицію редакції. Це не ситуація там позиції редакції чи етики. Це просто старий конфлікт про те, що у людей були різні взгляди. У кого-то було домінирующее положення, а у кого-то нет. Так було 100 років і 200. І просто кто-то решил немного кому-то навязати свої взгляди. І це ок. Я поругався, і в вопрос там подчинення, і публичного конфлікту, але я четко понимав, чим це може зоконцитися. Ну, все. Але сама історія це не про медію і не про етику. Це просто про конфлікт двох взглядів політичних. Тому що іногда у людей є немає репресії. В частності, можна кого-то уволити. Так не треба розказувати, що у нас тут медію не ті позиції. Ну, конечно, є. Оно совпадає з позицією директорки. Ну, це нормально. Можна просто признати. І ніхто не буде сильно показувати пальцем. Тому що все понимають зависимості і ситуацію, що і в Польщі власть така, ну, немного не очень, да? І поэтаму, ну, бывает. Блин, це я вот сиділ тут і, короче, думал, надо? Мы кажем про огульну ситуацію. Любого медію не повинна бути позиція. Це то, що... Огульна ситуація, смысл її обсуждати. Якщо є конкретні ситуації. Ваня, то я про що, ти кажеш, гэта не про позицію медію, гэта про нікую іншу справу зусім. Любой медію повинна заховувати нейтральність. І калі, вот, мы кажем про те, про що ми казали раніше. Ну, глупо писати, як журналист писав, що моє мерковання, ти проверяйся, що його мерковання му западає, не западає, ну якось. І він мусить бути журналистом в будь-якій ситуації. Мусить заховувати нейтральність. Все. Смотрите. Ми говоримо про личні аккаунти, частні аккаунти людей в соцсетях. Як, як, условно, Білсат начнёт запрещати висказуватися по той или иной точці зрения, то це приведёт просто к тому, що появяться анонимні аккаунти в тех же соцсетях, анонимні канали, де, скажімо так, цензура вообще никак не сработає. Появиться, скажімо, ну, появиться бесконтрольний доступ к інформації, і ніхто навіть не зможе... А де я цікаво... Було би желання. То есть на самом деле вести условно-анонимний канал в Телеграмі или там в Твіттері, рассказывати про будні редакції абсолютно несложно. Було би желання. І коли человеку перекрывають кислород в какой-то момент, ну, вот в официальном, вернее, в його личному аккаунте, он задумається, а почему бы і нет? Поэтому вот эти вот запреты, о которых вы говорите, ну, я извиняюсь про Белсад, потому что, ну, тут была четкая позиция, что мы не хотим, там, первый, второй, третий, десятый, и я вижу вот среди этих нескольких пунктов какие-то вещи, которые, вот, если бы я работал на Белсад, то я бы сказал, ну, ладно, я, наверное, подпишу, и с официального аккаунта я не буду это рассказывать. Вот лично я бы. Потому что эмоции, ну, как бы, физлицо – это физлицо, то есть человек – это человек, он будет высказывать свою позицию. Я не разумею, чему ты личишь, что у каждого супрасовника Белсад есть некое эмоционное ожидание, вот, что ты расповісться, про все редакции, ему не дозволяють это робиться. Я не про это сказал, я сказал про обычного человека, у которого, ну, условно говоря, у него есть свои соцсети, как паспорт сейчас тоже. Мало вероятно, что у вас работают журналисты, у которых нет соцсетей. Они у них были до того, как они пришли в команду Белсада, Тутба, Еврорадио, неважно. Они у них будут, скорее всего, и после. И то, что они, и как они их вели до принятия на работу, они будут их вести примерно так же и после. Если есть некие правила, которые регламентуют, то не будет. Да, есть общепринятые правила, и было сказано про целесообразность, логичность, адекватность ведения соцсетей. Понятно, но когда идет уже речь про, ну, и тут я больше на стороне Ивани шила, про свободу слова, про высказывание своих мнений, про публичные конфликты, ну, тут вина, она обоюдная на самом-то деле. И с одной стороны есть очень сильная вина, это я говорю про Белсад. Ну, и, допустим, Ивана, который не пытался, ну, или там не захотел это нивелировать и там не провоцировать дальше. Поэтому давайте просто будем, ну, чуть более адекватнее, наверное, в плане ведения соцсетей и понимать, что все-таки люди, они будут, если они захотят высказать свое мнение, они его выскажут. Они найдут через что и как. И лучше, чтобы они его высказали из личного аккаунта. И можно было понять, кто это сказал, и с ним связаться. Вот как Марина говорит, ну, с адекватным человеком всегда возможно не проговорить. Усех эти правила, вот, с боку свободы, BBC, потом то, что мы глядели, наши правила, они ж не некие такие драконовские, которые просто обмежывают твою свободу, тым леку право на свободу слова. Это некие, ну, агульно зрозумелые, из этичного пункта угледжения, некие правила. И, кали ты бачишь, что тебе потребует меда, мы кананеча гостя, шим ты вот не згодный, ты не будешь заводить себе левый аккаунт, ты просто не будешь працаваць, это меда и все. Кали ты бачишь, что тебе потребует шагов, шим ты не згодный, не працуй тут. Все. Антон, до речи, у меня до тебя есть питание. Учитывая, что рынок журналистики у нас просто малюсенький, и денег, к сожалению, у нас нет, к сожалению, выбора очень мало. Ну, сумма надо, это так. И будешь дальше работать, всем же голосом? Не, Ваня, Антон, смотри. Я думаю, что любого журналиста не смытывують грошек, или он будет бачить некое серьезное порушение своих свободов. Меня, по-собисто, это не стремало, повернуть. Ну, а мы про журналиста, а не про белорусов. Ну, и некоторых белорусов, в принципе, засмучаю, а некоторых журналистов не засмучаю. Когда мы возьмем державные меды, это тут все залежит от человека. Антон, мне до тебя такое питание. Чему ты весь час лаешься в соцсетках? Речь про мат или речь про ругань? Про что именно? Про мат, про мат, натурально. Ты вот, разумеешь, мы тут про некие этичные нормы в соцсетках кажем. Я разумею, что ты не журналист, а ли ты порушаешь навод не некие ненаписанные правила абстрактные, а просто администрационный кодекс. Каким образом я нарушаю администрационный кодекс? Тебе могут скоростать нагодой для порушения залаянку в публичной просторы. Потому что соцсетки, это безумно. Повторю на этот же вопрос, я там еще в нетрезвом состоянии нахожусь. Ну вот, в публичной просторы, да. И, ну, ты таким чыном мы все робим нечто, как бы хотя бы не к себе обезопасить. В принципе, при нам все не нарываемся таким чыном. Слушай, я буду очень, как правильно сказать, долго смеяться, когда увижу заведенное дело за мат социальных сетей, как в общественном месте. Если речь... Я долго смеялся, когда увидел дело за пароли белки. Ну, сначала смеялся, потом нет. А фотография военной формы? Ну, смотри, то есть, окей, да, я использую много мата, я использую много мата, но я стараюсь его, скажем так, разделять. То есть, есть, условно, фейсбук, где, ну, я стараюсь, пытаюсь, по крайней мере, когда эмоции еще могу контролировать, высказываться цензурно. Есть твиттер, где я не позвоню, я не вижу в этом относительно ничего плохого, потому что моя задача очень часто, в том числе, и привлечь внимание к проблеме. К сожалению, учитывая объем информации из всех вообще возможных источников, привлечь внимание к проблеме, кроме как кричать «волки, волки!» Потому что вы меня сейчас и так слушаете, вас не надо привлекать матом. Вполне возможно. Ну, то есть, я этого не утверждаю, но это мой выбор. Просто это иллюзия, что в Фейсбуке вы не быта у вас надвистые, вкрылатые просторы. Вот такой самый простор, это ваша иллюзия. Ну, хорошо, значит, я вот ругаюсь матом в Фейсбуке, и, скажем так, да, я не вижу в этом ничего хорошего с одной стороны, но я вижу, каким образом я могу решать ту или иную поставленную для себя задачу. К сожалению. Было бы здорово, если бы этот вопрос, наверное, чуть больше поднимался, если мы говорим про цензурную лексику, особенно на улицах наших городов, и вот там вопросов на порядок больше, мне кажется, чем при общении в соцсетях. Я бы хотела, у нас остается не так много времени, я бы хотела еще вот на одну тему собрать мысли, насколько вообще медиа, ну, не знаю, уместно, есть просто такие редакции, которые очень настойчиво просто-таки требуют распространения контента через личные аккаунты. насколько ситуация эта понятна, приемлема, и какие есть мнения, я предлагаю высказаться всех, кто желает. у меня есть СММщик. СММщик пришел на работу, и первое, что он сказал, мне нужны все журналисты, мне нужно с ними серьезно поговорить. Дальше он вручил им памятку, которая называлась «Продюсирование ваших материалов в ваших социальных сетях». Как я к этому отношусь? С точки зрения распространения информации, привлечения новых аудиторий и, в принципе, привлечения людей к обсуждению тех тем, которые мы поднимаем, прекрасно. Я всеми руками за и готова благодарить каждый день журналистов, которые не просто делают свои материалы, но еще потом через свои личные аккаунты их шерят, общаются с аудиторией в аккаунте официальном медиа, либо в своих личных аккаунтах, комментируют что-то, отвечают на какие-то вопросы. Это отлично. Заставить, как хотел бы это сделать СММщик, дать им контент-план каждому журналисту. Нет, я сама лично не готова на это. Хотя, еще раз повторюсь, это, конечно, безусловно интересно и важно, когда журналист поддерживает собственные материалы, материалы своих коллег, когда он их обсуждает в социальных сетях, когда он там же в социальных сетях, в этих комментариях он часто находит, где он не доработал, может быть, кого-то он еще не спросил на эту тему, какой-то другой поворот сюжета или совершенно другую тему ему подсказывает. То есть, когда журналист живет в социальных сетях и готов общаться с аудиториями, это прекрасно. Другое дело, что часто журналисты встречаются с хейтерами в этих же самых социальных сетях и тогда, конечно, слава богу, обходится без мата пока. Памятка, памятка. В памятке этого нет, но тем не менее, пока обходится без мата, но иногда градус, накал страстей в обсуждениях бывает довольно серьезный и приходится тогда уходить в личное сообщение, разговаривать с журналистом. То есть, это такое включение регуляции уже на уровне редактора. Я бы даже сказала, что это даже не регуляция, это оказание психологической помощи в данный конкретный момент журналисту. Потому что, да, часто ты как редактор или ты как СММ-специалист, ты встречаешься с хейтерами чуть-чуть чаще, чем каждый журналист, который работает в поле, и у него просто нету там столько времени. И иногда, когда условный там Вася Пупкин регулярно приходит и хает, все, что делается, это одна история, и ты это видишь. А когда журналист с ним и встречается у себя в комментариях где-то и пытается ему что-то объяснить или вступить с ним в какой-то спор, то, конечно, там градус страстей может быть чуть-чуть выше всегда. И поэтому, да, приходится там говорить в привате о том, что постынь чуть-чуть, напоминать про то, что троллей кормить не обязательно, и много других таких вещей происходит. Но это такая психологическая помощь, разгрузка для журналиста. Вот. Наверное, ответила на этот вопрос. Я можно ничего не буду говорить? Можно. Спасибо. Ну, журналисты сами заинтересованы расшаривать те свои материалы, которыми они особенно гордятся. Но, например, обязать журналистов расшаривать свои материалы, материалы коллег, ну, во-первых, я не уверена, что это эффективно даже с точки зрения продвижения, потому что… От них просто отпишутся. Да, от них отпишутся определенно. Вот. Ну, собственно все. То есть человек, если он заинтересован, он расшарит и свой материал, и своего коллеги, если он особенно гордится этим материалом, но заставлять, ну, это неправильно и неэффективно, потому что, ну, правда, отпишется очень быстро. Ну, представьте, 150 новостей, 150 новостей, допустим, на Тутбай выходят каждый день, ну, допустим, каждый начнет все это расшаривать, и что. Ну, вот представьте, что вся лента этим забита, но очень быстро ты это, ты сам отпишешься. А вот журналисты Еврорадио постоянно прямым эфиром делятся. У нас два-три живых эфира за день, тому я спадзеюся, что это никого не напрягает. На самом ряде, что я, про что было зададзенное пытание, пропановывалось абсолютно всерьез год тому, як альтернатива политици фейсбука у дачинения до медиа, калі казали, што фейсбук пачыная знижать, свядома знижать ахваты медийных суполок, альтернативы гэтаму называли тое, што журналист, ця редактор, напрыклад, пра свой асабистый аккаунт, збирая чытачоў в своім асабистым аккаунте і туды транслюе гэтая публикація, каб не губляць гэтую аудиторую. Мне здаецца, што гэта, канешне, крыхуна хабства з боку нас журналистов былоб, калі б мы так рабілі, ну, тамо, што безумона на нас падписаные, на мене падписаные там не толькі людзі, які хочуть чытать толькі еврарады, а на марыну не толькі ты, хто хочуть чытать толькі тут бай, там, і гэтак далі. Але ў некіх разумных межах гэта ёсць, гэта можа быць, і я, напрыклад, ну, калі мне падыбаецца некі матеріалны еврарады, я хачу, каб мае падписчикі го пачыталі, я ім падзілюся. Ну, і што я за сабызу уважаю, на самоліч, я саправды нашмат радзі і дзілюся матеріалами іншых меды, ў чым еврарады, от табок, ў прынцыпі, я ўсё ж такі чува ад гэта а неюгую карысть, ну, табок, ставліся да гэта як да інструмента, да, а не як ну, да працягу сваіх некіх асабістых вось установак і разумення таго, дзе, от, мне сустраўся добры матеріал дзе дрэнны. Наконт прамушаць, наколькі я ведаю, вось, меды гомель тудэй, сільны новасці, да, там, яны абралісь вядумаю стратэгію, абсалютна, ў першы, там, 5-7 хвілін пасля публікація матеріала, журналісты, ну, не ведаю, ці правды, гэта алія чу тако, яны просто беруць і все постят этот матеріал, і гэта вільмі падкідвай яго ў нікатарых метрыках. Ну, і мы саправды бачым, што матеріалы гомель тудэй добры, але мені здаецца, што сё ровна, каб был добрый контэнт, да, то матеріал знайдзі свайго чытача, а дзрэнны контэнт ніякімі рашарамі не выратуеш сё ровна. Ну, мне падаецца, не выпадково з'явілася такая професія, рашарваць кожны свай матеріал, ці воглі, кожны матеріал меды, то просто нічого доброго може не атармацца, тому што ўта трэба умець робіць прагожа, а не адштраховыць аудиторію. А мне нечего сказаць по этому поводу, на самом деле, но, ессі можна, я тады закіну просто эту мусль, она мені очень сильно тревожит. Вот в апросе какой-то, да, цензуры і сама цензура, саморегуляція, і сама цензура ще інтересніше, чем цензура, тому що вже не тебе запрещають, а ти сам предварительно, превентивно себе що-то там запрещаєш. Мені дуже сильно волнує, тому що журналист це чоловік, який должен бути честен з собою, з іншими і так далі, і, наверное, це ж чоловік, просто це моє мнення, що він должен иметь некую гражданську позицію, не какую-то политическую, а какую-то гражданську, і должен як-то її висказувати, ну, мене, мене таке мнення. І вот, якщо себе все запрещати, то ти, получается, вже, то є, боїшся свою гражданську позицію, собістно, як-то проявити. Я считаю, що цела самочензуру в цьому смыслі, це плохо. А ви як думаєте? Я думаю, що ніхто тут не скаже зараз, що самочензура це добре. Це добре. Самочензура дружається. Ну, конечно, безумовна самочензура це дрянь, але добре, коли у тебе є некий розуміння, ну, просто внутріннях неких межів, так, коли що можна, що не. Зразуміло, що журналист мусить, ну, ти кажеш, мається громадянську позіцію, мені радпадається, що тут просто ян мусить умець адрознювать дрянне от доброго, так, разуміець, де добро, де зло, де добре, де дрянне. Так, ну, тако, навод агульно чалавече, навод не некі там журналистські тішнія стандарта, а вогалі, ну, агульно чалавече, так. Вось толькі митрабы керуваць, а статніюся прокладзець. Ну, і мы пришли, в общем-то, наверное, к мысли, що в идеальному мире журналист или редактор, или любой медичек, он должен работать в том медіа, с которым хотя бы каким-то образом разделяє ценности, да, какие-то мировоззрения, не знаю, свою гражданскую позицію, как Маша сказала. То есть нечто, что совпадает и не вызывает противоречия. Насчет, да, насчет позиции все очень сложно. У нас было летом, по-моему, на Виладж интервью, которое я очень долго ждала, Сергеем Дорофеевым, я надеюсь, все помнят, кто это самый лучший, ну, мне кажется, самый лучший тележурналист в истории белорусского телевидения. И он классную штуку сказал. Я у него спросила, вот этот вопрос, который очень сильно волновал, да, вот Юра Дудь, когда берет интервью там у журналистов, он спрашивал, всем, кто хочет поступать на журфак, да, я всем говорю, не надо. И Познер там, по-моему, говорил, что не надо. А вот Дорофеев мне сказал, что надо. Если ты хочешь, если ты чувствуешь, что это твое, то надо. Рынок у нас действительно маленький, но если ты прям чувствуешь, что это твое, то иди делай. Ну, собственно, и делай до того момента, пока разрешают. И, в принципе, я с ним в этом смысле согласилась, потому что, да, ну, у нас на самом деле, ну, если ты хочешь быть, например, тележурналистом, куда ты пойдешь. По сути, больших профессиональных там, да, каналов, где ты можешь себя продвигать и делать то, что ты считаешь важным. Их два, три. Вот. А Белсад? Поэтому выбор маленький. Вот я лично, честно, почему-то никогда не думала про Белсад. Не знаю. Алексей, может быть, вы сейчас нашли нового сотрудника себе? Я сейчас не хочу работать на Дорофееве. Пока что. Ну, али, кали захочешь, есть такое. Дякую. Дякую, великий, да. Да, это будет сложно. Это только этишное правило. Вот я, кстати, с Алексеем очень согласна по поводу того, что, да, если бы я, например, командовала, да, там, командой журналистов, я бы сказала очень просто, да, руководствуйтесь общечеловеческой этикой. Ну, чего нельзя делать? Нельзя оскорблять лично кого-то, да. Нельзя быть нетолерантным. Вот как-то так, да. Нельзя призывать к экстремизму, к каким-то сумасшедшим радикальным вещам, разжигать ненависть. Вот чего нельзя. Остальное, я бы сказала. Ну, это тоже немножко самоцензура в здравом смысле. Ну, это га нельга робить, неважно, просуешь ты у меда, а ты на заводе. Нельга, всего, что ты сказала, нельга робить в принципе. Важно, журналисту эти не. Я предлагаю сейчас, если у кого-то есть вопросы либо друг к другу, либо к нашим спикерам, сейчас самое время поднять руку и их задать. Да, пожалуйста, представьтесь только. Меня зовут Игорь Хмара, я журналист порталу Реалдбай. Я зараз все послухаю, что казали, и хотел бы сперша можно троху выказаться, а потом уже попросить отказать шановных спадаров, выступовцев. Меня секает все, что тышится. Вот наиперше, минавито, поводина журналистов в социальных сетках, потому что Реалдбай пишет, я особисто пишу, первоважно про нерухомость, архитектуру и урбанистику. И, калі, возникает такая ситуація, вось, як недавно, допустим, спершавось такий кейс, напомню, ся чули, што школьная наставница так ная накинулась за той, што она публиковала свои фотографии ў купальнику. И я б хотела такое правнание провести на ваш погляд. Это та же самая ситуація, што наставница наставница не тольки ў школе, хотя и не вашего особисто благого ў купальнику, это цялка натуральна. Вось журналист, ён застаецца журналистам завжды, так сама, і мусец ён асоціавацца с паўным медаць. І, допустим, ў дзень ён піша пра нерухомасть, ў вечара ён там піша пра футбол, веганства, космос, Илона Маска, што заугодна. І што рабіць ў такіх выпадгах, калі ёсь тут бай, агульна, патак белса, скажам, ёврорады ёсць, напрыклад, ўсць вузкапрофільны меды, як Рэлтбай, як Спорцру, допустім. Той жа Спорцру, вось, каментаторы, так, в принципі, ўсі ведуць, зя які клубы яны зауззеюць футбольны. Ну, таму што, так ці інакш, каментаторы, футбольны арбітры, ны самаг дзяцінства могуць зауззець за адну каманду. І, на мой пагляд, вось, заховаць гэта ўтаймніцца, альбо прамушаць гэта хаваць, ну, гэта крывадуша, па першы, па другое, па тэменны зыдуць в іншай меды, і ады гэта не адрынуцца зі своіх паглядаў ўсё адну. Але гэта, напэвна, пытаўні, больш вось прафісійна гэта веру, што, таму што ёсць пэвна, ну, ісць таке самая топавээ комэнтаторы, які, мовыць, па час репартажу, ты не сможаць зауважаць, зяякую камаду ён заўзе, калі на адна з їх ўзянешыў маршы. Вось, пытаўня, напэвна, такоўе. Вось, скажам, ну, так, калі чалэк працюе на узкопрофільным парталі, ну, хайна, на агульном, ладна, калі працюе на 42 тутбай, допэсць, альбаў спорт тутбай, так? Не, ну, добра, калі субрацюўнікі, вось ён рэал тутбай, так, допэсцьцьм, то ў соццяльніх сэтках ён, скажам, падтрымліва вось футбольну камаду, скажам, Барселону, а як ўнэ редактразавззе за мадрыдскі рэал, і, ну, нивадь неважно, веда ён гэтага неведа, вось, што робіць на гэты конта, і не може такого ясновать, что… Ну, вообще нигдех ограничений тут быть не може. Ну, опять-таки, человек в первую очередь всё-таки отвечает за себя лично, за себя там как личность, за себя как профессионала, и уже там в какую-то третью, четвёртую, пятую очередь он представитель какого-то бренда. Вот он сам должен думать, что ему надо, а что ему не надо. Вот она учительница и, допустим, фотографируется в купальнике, это её сознательный выбор, да, она хочет ассоциироваться и быть вот такой необычной учительницей. Она может покрасить волосы там в зелёный цвет и тоже быть такой необычной учительницей, но это её сознательный выбор. То есть, с другой стороны, она понимает, какие могут быть последствия, да, могут уволить, могут там заставить постричься или ещё что-нибудь такое, но это сознательный выбор человека, это его личный выбор, и он понимает, что могут быть какие-то последствия. Что касается спорта и недвижимости, мне кажется, вообще нет никакой связи. То есть личные соцсеточки человека – это его просто личное пространство, которое он сам в состоянии контролировать, в зависимости от своих целей, представлений и так далее. Ну, если ты журналист, то это не значит, что ты не можешь быть веганом, например. Ну, ты саправдой можешь быть веганом журналистом, але до того момента, как ты начинаешь вести кулинарное шоу, цие парады диетолога, я не знаю, ну, вось нечто такое, да? И тое самое со спортом. Я думаю, что, Игорь, калі вы глядзите час от часу футболу, вы ведаете, як шалеешь, калі ты заузеешь за одну команду, а коментатор за іншую команду, да? И вот просто ты, ну, отчуваешь супрацлеглые эмоции, и это, ну, абсолютно, якбы, непрымально и псуе усю задавальнение от спажывания контента. В принципе, можно найти такие ситуации, калі вось гэты асабистые перакананні увойдуть у суперэчнасць с профессийными абавязками. Але, калі журналист пише там про политику, ці з'являець аператорам, ці 42 тут байне ведаю, і он, канешні, може быць веганом. Заузеть за Мадрыдскі Реал. Хаця, я, канешні, не рекомендую. Есть іще какие-нибудь комментарии? А можна, ось, я шагаць, адакладніць на код веганства? Ёсць агульна... Не, ну, просто як узор. Вось, ёсць агульна чалавеччя каштоўнасті так, што нелега закалікаць да забойцца чалавека, што нелега дискриміноваць паводлі паўныя пэкмета полу гендару, раса, ориентациях і гэтык далей. Але, каліць, што тычыцца, ось, да асабіцтага меркавання, ось, да тыг жа вегану, скажам. Каліць шалавек выказывая, там, напрыклад, супраціонік, ну, скажам, ось, нейтральна, што нелегаць, павзім, анлайнеру, допустім, так, редакція анлайнеру, кіпішаў там пра технологію, выказываяцца пра вегану без мату, як, ну, абсулюта карэктна, а сваю пазіцца, што ён за альбо супра. Ну, зразумяло, што нелега прапісаць ў кожны пункт, так, редакція напаліцца подавіраць. Калі нема ў гэта мова варожасті, калі гэта саправады журналісты аргументаваны ў сваім приватным аккаунтці, тломачачыць, шому інсу прі того, што людзі, там, едзяць мяса, ці не едзяць мяса. Ну, нічо, гэта тут нема дрына. Калі ўскотваецца ў ненавість, тады так, это ўжо іншая справа. Димаш, а якщо про базу по-американську, в Польщі, комментировано, можна или ниндя? Ну, ми на Білсайце стараємся не коментувати польській політиці, саму початку, якби, ну... Можна я про веганов? Это больно, а для мене я, кріме того, що редактор медіакритики, я щас редакторю «Зелёный портал», і у мене є багато колег, журналистів, веганов, є не веганы, екологісты, екологи, і у нас це такі воїны внутри, воїны снаружи часто бывають. Слава Богу, чаще всего це не виходить із наших приватних чатів і розговорів. Тем не мене, да, позиція, в общем-то, практически всегда у мене, як у редактора, одна. Єсть етическі стандарти, є поняття объективності, ми не можем просто так призвати всіх відказатися від мясу, тому що для нас, для автора цього матеріала, допустим, це цінності. Вот він за неубийство никаких животних, за то, щоб не использовать даже мёд у пчёл, тому що це експлуатация пчёл, і так далі. Да, вегані именно так відноситься к тому, для мене це було таким відкритием в своє время. Но я понимаю, що об'єктивно у веганства є сильні і слабі сторони, є сторонніки, є противніки. І просто так, навіть на зелёному порталі, узко спеціалізованому, узко про екологію, просто так давити на мозги читателя о том, що ти должен, іначе ти хреновий еколог, чи екологіст, чи ти не зелёний, недостаточно екодружественный, ми не можемо тебе позволити, тому що є етичі, професіональні стандарти журналистики. І вони, в общем-то, і є той самий здравий смысл. То є це то, що потрібно прятати експлуатацию пчёл, болеть не за динамо і ні за кого, да? Прятати експлуатацию пчёл я б не стала. Я кажу о том, що наші личні цінності, наші личні взгляди і професіональна журналистика просто не в'яжуть, не должны быть связані друг с другом. Але ми ж про соцсетки. А може журналист зелёного портала в соцсетках щиро написати, що він не веган? Так, може, може, тому що більшість журналистів, які зараз работають на зелёному портале, не вегані. Але вони можуть написати і то, і другое. Вопрос именно в тому, щоб в своїх соцсетях вони не переходили границу того самого здравого смыслу, не использували хейтспіч, і не заявляли, що зелёний портал требує від всіх читателей необхідності стати веганами, інакше ви все нехороші люди. Ну, якось так. Я, наверное, подведу сейчас небольшой итог нашого сьогоднішнього медіатока, якщо немає горячих каких-то дополнений. Сьогодні ми на самом деле починаємо только говорити об цьому, тому що, як верно було замечено в цьому початку, ситуація в медіа менеється, і редакції вимаги реагують на якісь изменения. Конечно, все ми говорили і о здравому смыслі, а це підразумеває відчасти самоцензуру, і о тому, що, конечно, дозволи бути личні аккаунти, личними. Не стоїть роботників машини по распространенню контента. Ну, і, соответственно, понятно, що на журналистів підписуються і читають їх з-за того, що вони такі особені, вони ошибаються, вони шутять, вони роблять якісь підборки тех матеріалів, які дороги лично їм, і именно поэтому лояльна аудиторія все-таки і привлекається, то есть вигляють редакції. Ну, і плюс ко всему, конечно, це бача робота HR-ів, і редакторів на самому першому етапі приема человека на роботу, посмотреть, наскільки він понимає предложені, якщо вони є, правила, наскільки це не підразумевається в якому-то облакі мыслі, а наскільки це артикулирується, і наскільки чоловік совпадає по яким-то человеческим цінностям, редакціонним цінностям, наскільки він готов соблюдати стандарты в своєй жизни, стандарт журналистики, например, такий, как, не знаю, во всяком случае, отделення своєго личного мнення від позиції редакції, вже це, насправді, найбільше, що можна зараз просто сказати. Більше спасибо, що ви сьогодні пришли, і я хотіла б в конце попросити вас подняти руку у тех, хто пришов сюди впервые, якщо є такі люди. Йде. Ого! Замечательно. Скажіть, будь ласка, откуда ви узнали? Із соцсетей? Подніміть руку, хто із соцсетей. Ну, почти все, да, з соцсетей пришли. Скажіть, пожалуйста, це ви підписали на групу пресклуба? Или це ви в якому-то личному аккаунту? Подніміть руку, якщо в личному аккаунту кого-нибудь. Ну, вот. Вот, да, через ссылки. Ну, да, сейчас посмотрели, що все-таки що-то тоже работает таким образом. Більше спасибо, що ви сьогодні пришли. Треба. Треба.